Глава 6, 73 В год смерти царя Озии Почему пророк в других случаях означает время пророчества жизни царей, а здесь смертью? Он не сказал было в Анеозии или в царствовании Азии, но было тогда, когда умер. Для чего же он делает это? Не просто и не случайно, но здесь он внушает нам нечто таинственное. Что же именно? Этот Озии, опьяненный успехом своих дел и возгордившись благоденствием, стал превозноситься выше своего достоинства. Будучи царем, он подумал, что ему позволительно священно действовать. Вторгся во храм, вошел во святое святых, и когда священник препятствовал и запрещал ему входить туда, он не остановился, но продолжал безумствовать, пренебрегая словами священника. За такое бесстыдство Бог поразил его проказы на челе, так что он пожелал чести больше надлежащей. Потерял и ту, какую и имел. Не только не получил священство, но, сделавшись нечистым, лишился царства, и со стыда все время проживал тайно в некотором доме. Вторая параллелепоминон 26. Вместе с ним и весь народ испытал гнев Божий за то, что презирал законы Божии и не защищал оскорбляемого священства. А в чем он испытал гнев этот? В том, что сократились пророчества. Разгневанный Бог не давал им ни о чем никакого ответа. Впрочем, он сделал это не навсегда, но продолжением жизни царя ограничило продолжение наказания. Когда этот царь окончил жизнь, тогда и Бог прекратил свой гнев и опять отверг с врата пророчества. Указывая на это, пророк напомнил нам о времени смерти царя. Поэтому и начинает пророчество так. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенным. Между тем, Христос говорит, Бога никто никогда не видел. И народный сын, сущий внедревочим, он явил. И еще, не то чтобы отца видел кто, кроме Бога, сей от отца, Иоанн 6,46. И Моисея, и сам Бог сказал, ибо невозможно, чтобы увидел человек лицо мое и остался жив. Исход 33,20. Как же пророк говорит, что он видел Господа? Видел, говорит, Господа. Он говорит непротивное словам Христовым, но весьма согласное с ними. Христос говорит о точном Богопознании, которого никто не имеет. Сущего божества и чистого существа его никто не видел, кроме единородного. А пророк повествует о видении, возможном для него. Он не мог видеть того, что есть Бог, но видел его явившимся в образе и не сшедшим на стойко, насколько могла возвыситься немощь созерцающего. А что действительно не он, никто другой, не видел чистого божества, это очевидно из самого повествования. Видел, говорит, Господа, сидящего. Но Бог не сидит. Это телесное положение. Притом, говорит, не просто сидящий, а на престоле. Но Бог не поддерживается с чем-нибудь. Как можно сказать это о том, кто существует везде и наполняет все, в руке которого все концы земли? Очевидно, что это видение было снисхождением Божиим. Выражая то же самое, и другой пророк сказал от лица Божия, я умножил видение, оси 12.10, то есть являлся различным образом. Но если бы являлось само чистое существо Божие, то оно не являлось бы различным образом. А так как по снисхождению Бог являл себя пророком то таким, то другим образом, принимая виды соответственные различным временам, то он и говорит, видение умножил, в руках пророческих уподобился, то есть являлся не так, как есть, но принимал такой образ, какой могли видеть созерцавшие. Так ты видишь его то сидящим, то вооруженным, то имеющим седые волосы, то в тихом ветре, то в огне, то показывающим заднюю часть, то на херувимах и в образе, подобным веществом металлическим, светло-блестящим. Впрочем, почему он являлся то вооруженным, окровавленным, то в огне, то показывающим заднее, то на небе, то на престоле, то на херувимах, об этом говорить тебе не время, чтобы второстепенный предмет не занял нас больше главного. Теперь же необходимо сказать о настоящем видении. Для чего же Бог является здесь сидящим на престоле и притом окруженный серафимами? Он приспособляется к обычаю человеческому. Так как и речь его обращена к людям, он намеревается изречь определение о делах великих и о всей вселенной, равно как и об Иерусалиме, и произносит двоякий приговор, и приносящий наказание городу и всему народу, и возвещающий благодеяние вселенной, великие надежды и бессмертные почести. 75. Судьи имеют обычай делать это не тайно, а восседая на возвышенном месте, присутствии всех, приподнятых покрывалах. 75. Подобно им, Бог повелевает предстоять перед ним серафимом, восседает на высоком престоле и таким образом произносит определение. Я дабы ты убедился, что это не догадка, а такого обыкновенного образа его действия. Я постараюсь объяснить это из другого пророка. 76. Так у Даниила, когда также надлежало произнести великое определение о бедствиях и наказаниях иудеев и о благах, уготованных вселенной, 76. Так же является престол светлый и славный, и предстоящее множество ангелов, и сонма архангелов, и сидящий вместе с Всевышним единородный, и открываются книги, протекают огненные реки, и вообще представляется подобие судилища. 76. Все это сходно с тем, о чем говорится здесь, или даже тот пророк Данил еще и с ней возвещает, так как времена его были ближе, и пророчество уже достигло самых дверей исполнения. 77. Впрочем, оставив трудолюбивым сличать и сравнивать это, и изучать общность того и другого пророчества, мы старательно займемся, как я сказал, предложенным пророчеством, объясняя по возможности каждое слово. 78. Тогда сказанное будет и для нас, и для вас более ясным. 79. Что же говорит пророк? «Видел, — говорит, — Господа сидящего». Сидение на престоле всегда служит знаком суда, как говорит Давид. «Видел, — сел на престоле, судящий правду», — Псалом 9.5. «И Данил, — были поставлены престолы и сели судьи». А простое сидение, по выражению пророка, служит знаком другого. Чего же именно? Твердости, постоянства, крепости, неизменности, бессмертия, бесконечной жизни. Потому он и говорит «ты сидящий вовеки, а мы погибающие вовек». Ты, — говорит, — прибываешь, существуешь, живешь, остаешься всегда одинаковым. А что он сказал это не о сидении на престоле, ясно видно из противоположения. Он не сказал «мы стоящие», но «погибающие». Сидеть же на престоле значит судить. «Потому пророк и видел его сидящий на престоле высоком и превознесенном». Или тем означается одно, а этим другое. «Пристол его был высок, то есть велик и чрезвычайно обширен, и превознесенный, то есть казался он на невыразимой высоте и выше всего. И исполненный дом славы его, какой же, скажи мне, дом, храм, так как оттуда началась вражда, то справедливо и в этом чудном видении Бог является сидящим там. Славой же пророк называет здесь блеск, неприступный свет, которого он не мог выразить в слову, потому назвал его славою. Не просто славой, но славою Божией. Вокруг него стояли серафимы. Кого он называет серафимами? Бесплотные силы горних существ, которых добродетели и блаженства можно видеть из самых их названий. В еврейском языке серафим значит «огненные уста». О чем же мы узнаем из этого? О чистоте существа их, неусыпности, бдительности, стремительности, деятельности, беспорочности. Так и пророк Давид, желая показать нам беспрепятственное служение, «скорость исполнения и великую деятельность горних сил», сказал, «творящие ангелами своими духов и слугами своими огонь пламенеющий», выражая названием этих стихий «скорость», «легкость», «деятельность». Таковы эти силы, воспевающие Господа чистыми устами, имеющие это постоянным занятием своим, возносящее словословие, как непрестанное служение. На их достоинство указывает и близость к престолу Божию. Как у земных царей, отличающиеся большими достоинствами, стоят перед самым царским престолом, так точно и эти силы. По своей превосходной добродетели окружает горний престол, постоянно наслаждаясь неизреченным блаженством и восхищаясь блаженным жребием этого служения. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Что означают эти перья, и что выражают эти крылья? У бестелесных сил, конечно, нет таких крыльев. Но этими чувственными изображениями пророк опять означает нечто таинственное, снисходя к слабости тогдашних слушателей, впрочем, и через это снисхождение, точно открывая нам мысли, превосходящие всякое разумение. 77. Итак, что же означают крылья? Высоту и превосходство этих сил. Так и Гавриил представляется летящим и нисходящим с небес, чтобы ты познал его быстроту и легкость. И удивительно ли, что Писание употребляет такие выражения в служебных силах, когда и в речи о самом Боге всех оно не насчуждается такого приспособления. Так Давид желает изобразить или бестелесность его, или быстроту явления его повсеместных, говорит, «Ходящий на крылу ветра» Псалом 103.3, Хотя, конечно, ни ветра не имеет крыльев, ни он сам не ходит на крыльях. Как в самом деле это может быть с тем, кто присутствует везде? Но, как я выше сказал, он, снисходя к слабости слушателей, возвышает их ум такими представлениями, какие доступны для них. И в другом месте желая показать помощь Божией, происходящую от нее безопасность, он употребляет те же выражения, говоря так, «Кровом крыл твоих покрываешь меня». А здесь посредством крыльев пророк показывает нам не только возвышенность и легкость, но и нечто другое, поразительное. Он показывает, что хотя это видение было снисхождением, каково оно действительно было, но самые горние силы и в этой мере не могли выносить его. Закрывать ноги и закрывать хребты свойственно трепещущим, ужасающимся блеском, не выносящим молнией, которая исходила от престола. Потому оградой и крыльев, как бы некоторой стеною, они закрывали свои лица. И что обыкновенно испытываем мы, когда разражается гроза и блестят молнии, от которых мы преклоняемся на землю, тоже испытывали и они. Если же, Серафим, эти великие дивные силы не могли без страха взбирать на сидящего Бога, сидящего именно на престоле, но покрывали и лица, и ноги, то какое слово выразит безумие тех, которые говорят, что они ясно знают самого Бога и исследуют его нетленное существо? Еретики Аномеи. Двумя летали и взывали. Что означает летали? И что он хочет этим выразить? То, что они постоянно находятся близ Бога и не отступают от Него. Но в этом и состоит их жизнь, что они постоянно поют перед Ним, всегда прославляет Создателя. Он не сказал «воззвали», но «взывали», то есть непрестанно делают это друг другу и говорили «свят, свят, свят». Этим выражается их стройное пение и словословие, совершаемое с великим согласием. Это заключает в себе не только словословие, но и пророчество о благах, ожидающих Вселенную, и точное наставление касательно догматов. Почему они не однажды сказали это слово, и потом замолчали, и не дважды, и потом остановились, но прибавили тоже в третий раз? Не очевидно ли, что они поступали так, воспевая песнь троицы? Потому-то Иоанн относит эти слова к Сыну, Лука к Духу, а Пророк к Отцу. И последующие слова открывает нам ту же мысль. После такой песни они прибавляли, исполнившие всю землю славы Его. Это было свойством точного пророчества, что они предвозвещают будущее ведение, через которое Вселенная исполнила славу Божией. Так как прежде и в то время, когда были произносимы эти слова не только прочей части Вселенной, но и самая страна иудейская была исполнена нечестие. И никто не славил тогда Бога. Об этом свидетельствует и сам Пророк, когда говорит, «Вас ради хулиться имя Мое в язычниках». Когда же земля исполнила слава Его? Тогда, когда эта песня принесена на землю. Когда земные люди присоединились к лику горних сил, и стали возносить одну песнь и совершать общее словословие. Если же иудей бесстыдно отвергает это, то пусть он покажет, когда вся земля исполнила славы Его, славы, происходящие от Бога познания. Но он не может показать этого. Хотя бы тысячекратно упорствовал в своем бесстыдстве. И поколебались вверхи врат от глаз о восклицающих, и дом наполнился курениями. Видишь ли, с какой легкостью в пророчестве одни предметы соединяются с другими? После этой песни и наполнения земли славой Его идет речь о прекращении всего иудейского, что и выразил пророк поднятием верха двери. 79. Это было знаком опустошения и разрушения храма. А когда разрушен храм, тогда прекратилось и все прочее. И чтобы ты убедился, что Ветхий Завет прекращен новым, он говорит, поколебались вверхи врат от глаз о восклицающих. То есть тень рассеялась от того, что застало такое словословие, воссияла благодать, и слава Божия распространилась по всей вселенной. И дом наполнился благухани, и этим, мне кажется, означается разорение, ожидающее его пламень и на племенников и ужаснейшее сожжение. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Ведение изумило пророка, поразило, привело в великий страх, подвигло к исповеданию, заставило полнее осознать бедность собственного естества. Таковы все святые. Когда не удостаивается больше чести, тогда они больше и смиряются. Так Авраам, беседуя с Богом, назвал себя землей и пеплом. Так Павел, когда удостоился известного видения, назвал себя извергом. Так этот пророк называет себя окаянным. Сначала со стороны своей природы, говоря «О, окаянный я!» А потом со стороны душевного состояния «Нечистые уста имею!» Он назвал свои уста нечистыми, как я думаю, в противоположность с теми огненными устами чистых сил, с их совершеннейшим служением. Не останавливаясь на этом, он произносит исповедание и за весь народ придется укупляя «Посреди людей с нечистыми устами живу я!» Почему же он осуждает здесь свои уста? Он выражает свою нерешительность. Так и три отрока, находясь в печи, говорили почти то же самое, что мы недостойны открыть уста. Даниила 3.33 И теперь, когда было время песнопения и словословия, и когда пророк видел горние силы, делавшими это, он справедливо обращает слово к устам, которые призваны особенно к такому служению. По этой причине он назвал нечистыми свои уста. Но уста народа не поэтому, а потому иудеи были исполнены беззакония. И царя Господа Саваофа видел очами моими. Потому, говорит, я скорблю и плачу, что, будучи недостойным, я удостоился такой чести, превышающей мое достоинство и превосходящей мое естество. Впрочем, когда он говорит «видел ты, разумею, здесь не точное знание, но возможное для него». И посмотри, как полезное исповедание он осудил самого себя и тотчас был очищен. Поэтому далее он и говорит «тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал «вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Некоторые говорят, что это прообразы будущих таинств. Этот алтарь и разложенный огонь, и служебная сила, и прикосновение к устам, и очищение грехов. Но мы пока будем держаться истории и скажем, для чего это происходило. Пророк имеет быть послан к народу иудейскому, возвестить нечто страшное и невыносимое. Потому посылается серафимы, чтобы исполнить его из страха и дерзновения, и чтобы он не ссылался, подобно тому, как Моисей ссылался на свою гугнивость, иеремия, на свою молодость, на то, что он имеет нечистые уста и не может служить проповеди, приступает серафимы, очищающие грехи его несобственной силой, ведь это принадлежит только отцу и сыну и святому духу. Но по велениям Божьим и прикосновением угля. Потому он не сказал, вот я очищу, но отнимается беззаконие твое, и грехи очистит, по повелению пославшего. Но почему серафимы взяли уголь клещами? Бестелесная сила, конечно, не должна была обжечься углями. Почему же так было? По великому снисхождению. Потому и взял он это с жертвенника, где приносились жертвы, и совершались очищения грехов. Если же ты спросишь, почему уста пророка не были обожжены, то главным образом потому, что в этом явлении не было огня чувственного. А с другой стороны, когда что делает Бог, ты не исследуй и не любопытствуй. Впрочем, иногда и действительный чувственный огонь, касаясь тел, не обнаруживал действий огня. Если там, где были хворост и смола, пламень забывал собственную природу, то удивительно ли, что в настоящем чудном событии этот огонь очищал, но не жег. И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Видишь ли, каков успех видения? Как много сделал страх. Нечто подобное было и с Моисеем. Этому пророку хотя не являлся ни Серафим, ни сам Господь, сидящий на престоле, но показано было тогда другое чудное видение. Такое явление, на которое никто не мог бы взирать. Купина, говорится, в Писании горела и не сгорала. Но и после этого видения, после многих увещаний Божьих, великий Моисей уклонялся, отказывался и представлял множество причин, говоря, что я косноязычен, худогласен я, избери ты другого, чтобы послать. И Иеремия ссылался на свой возраст, и Зекииль по получению повеления Божьей семьи оставался при реке, уклоняясь и медля, потому Бог и приложил к нему притчу, говоря, «Стражам дому к Израилеву поставил тебя, и еще душу их от руки твоей взыщу». А Иоанн не только отказывался, но и бежал. Что же, неужели Исаия был смелее всех, и даже великого Моисея? Кто может сказать это? Почему же тот уклонялся, получив повеление, а этот, и не получив прямого повеления, изъявил свою готовность? Ведь не сказано было «иди», но когда Бог сказал «кого пошлю», он тотчас принял повеление. Некоторые говорят, что так как он согрешил, не обличив озии, дернувши войти во святилище, то, желая последующим усердным послушанием загладить тот грех, он тотчас изъявил согласие, чтобы умилостивить Бога, потому и уста свои назвал нечистыми, что не говорил смело. Но я не могу согласиться с теми, которые говорят так, потому что достовернее их Павел, который называет Исаии дерзающим, и говорит «А Исаия же смело говорит, потому, как говорят, он и кончил жизнь своей необыкновенной смертью, но потерпел жесточайшие мучения, так как иудеи не выносили смелой речи его. Кроме того, и Писание нигде не говорит, чтобы он присутствовал при поступке Озии, и присутствии молчал, но говорящие так выдумывают это сами от себя. Что же нужно сказать? То, что положение Моисея было не одинаково с положением Исаии, тот был посылаем в чужую и варварскую страну, к неистовому и жестокому тирану. А этот к своим соотечественникам, которые часто слушали и были наставляемы в течение долгого времени. И потому там и здесь нужно было не одинаковое мужество, чтобы послушаться. А некоторые говорят, что и другое нечто было, причиной такой готовности его именно, когда он произнес исповедание за себя и за народ и увидел постных серафимов и очистивших уста его, то надеясь, что будет тоже и с народом, и что он пойдет возвестить ему об этом, с готовностью принял повеление. Святые были как боголюбивы, так и человеколюбивы больше всех людей. Таким образом, надеясь разъяснить какое-либо избавление от бедствий, он тотчас изъявил свое согласие и сказал, вот я, пошли меня. С другой стороны, он имел душу весьма решительную на опасности, как это видно из всего пророчества его. Итак, когда он изъявил согласие идти и уже не смел отказаться, тогда услышал прискорбные слова. Бог поступил с ним премудро. Он не сказал с самого начала, иди и говори, но прежде высказал повеление неопределенное и не открывал образа посольства. Когда же Исаия немедленно изъявил согласие, тогда Бог и высказывает зло, которое постигнет иудеев. Какое же именно? Иди, говорит он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо грубело сердце народа его сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это, я думаю, и не требует объяснения, так как уже давно объяснили совершенно знавшие эти слова. Иоанн, сын Грома, и Павел, который точно знал и древнее, и новое. Проповедуя в Риме, собравшимся к нему, и потом ушедших, и не верившим сказанному, он говорил, хорошо, Дух Святой сказал, слухом услышите и не уразумеете. А сын Грома, так как иудеи видели чудеса Христова и не верили, слышали учения и не внимали ему. Христос воскресил Лазаря, они искали убить его. Он изгонял бесов, а они называли его беснующимся. Он взял их к отцу, а они называли его обманщиком и держались превратных мнений. Упоминает об этом пророчестве, говоря, хорошо, сказал Исайя пророк, что вы слухом услышите и не уразумеете, и видеть будете и не увидите. Восемьдесят два. Так как у них были помрачены внутренние очи ума, то им не было никакой пользы от очей внешних при повреждении разумного суждения. Потому он видя, они и не видели, и слыша не слышали. И причиной этого, прибавляет пророк, было не повреждение внешних чувств, не расстройство природы их, но ослепление сердца. Ибо огрубело сердце людей сих, а огрубение ума бывает от грехов и житейских пожеланий. О таком огрубении говорил и Павел в словах «Я не мог говорить вам как в духовном, потому что вы сделались неспособны слышать», присовкупляет и причину в следующем. «Потому что среди вас еще есть распри, разногласия, то не плотские ли вы?» Так и те, мучимые великой зависти и ненависти, осаждаемые другими бесчисленными страстями, сделали грубым свое умственное око и уже не могли видеть ясно. А потому принимали и другие, и привратные мнения о том, что видели. Видев все это в точности, пророк предсказал и причину болезни. Но заметьте, из двух находящихся здесь пророчеств, одно касающееся церкви и благ уготованных вселенной, получили и изрекли серафимы в словах «Свят, свят, свят Господь Савов, исполнивший землю славы Его», а другое, касающееся пленения и наказания иудеев, было предостережено и предоставлено пророку для того, чтобы ты отсюда познал превосходство церкви. И сказал я «Надолго ли, Господи!» Он сказал «Да коли не опустошу города!» Видишь ли, что мы привели неложную и неосновательную догадку о послушании пророка, оказанном с великой готовностью, услышав противное тому, чего он ожидал, именно о запустении, погибели. Он просит теперь узнать меру наказания. Он уже не смел просить о совершенном избавлении их от гнева, так как Бог предварительно показал, что они грешат непростительно. Их дерзкие поступки были следствием несоучастия и недерзостного настроения, но души, делающей непослушание своим занятиям, задорного ума, как бы нарочито и усиленно противящегося делам Божьим. На это и указывает Бог в словах, чтобы не видели очами и сердцем не уразумели, и не обратились, чтобы я исцелил их. Они, говорит, как бы боясь, чтобы не узнать чего-нибудь должного, с великим старанием ослепляли свой ум. Потому, так как обвинение было весьма тяжкое и наказание неизбежно, пророк желает узнать то, что оставалось. Впрочем, под видом желания узнать он высказывает просьбу. Но так как и об этом он не смел просить прямо, то свое желание узнать предлагает в виде вопроса, говоря, надолго ли Господи. Он сказал, доколе не опустеет города и останутся без жителей и домы без людей, и доколе земля это совсем не опустеет, и удалит Господь людей, великое запустение будет на этой земле. Если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от тярвинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем и ее. Окончив пророчество, он опять обращает речь к истории, предсказывая как пленение десяти колен, так ради этого пленения и долготерпения Божьего в отношении к двум коленам. Далее предсказывает отведение в плены этих последних за то, что они не воспользовались долготерпением, как должно. А потом опять благоденствие, которое даровано будет остатку их. Так, когда он говорил, доколе опустеют города, то указывает на пленение десяти колен. Действительно, они все были совершенно расстроены, взятые с великим насилием и все отведены в чужую страну. Так, что и города их все стояли без людей, и земля лишилась своих возделывателей к пользе имеющих остаться. Таким образом, когда он говорит, доколе опустеют города, то разумеет и плен. А когда говорит, и после этого продолжит Бог в человеке, то указывает или на полное благосостояние всех, или на благоденствие, которое будет дано двум коленам по отведению десяти колен, и действительно, освободившись от сеноферимой войска и на племенниках, и воспользовавшись неожиданной победой, они опять размножились и долго жили, потому что никакая война не беспокоила их. Когда он говорит, продолжит, то разумеет или многочисленность людей, или продолжительность лет. А чтобы ты узнал, что это говорится о двух коленах, он и прибавляет на ней десятина, называя десятиной и то, что свыше десяти, и остающиеся после десяти, чем и были два колена. Такое же выражение употребляет и Павел, когда говорит, более чем пятистам братьям, то есть свыше пятисот. И снова в расхищении, то есть два колена, как теревин и дуб, как этот плод неприятен, когда выпадает из скорлупы своей, так и они будут осмеиваемы и презираемы, когда будут изнаны из города, и все лишатся своей славы. Ибо семя святое, состояние, впрочем, бедствия, их говорит, будут неисцельны и небесконечны. Но семя их будет свято, и стояние, то есть твердо, крепко, неподвижно, в ожидании переменной обстоятельств. Они лишатся благоденствия, но сами не подвергнутся совершенной погибели, но останутся и будут стоять, доколе опять не получат прежнего образа жизни и не возвратятся к прежней святости.